Михаил Грушевский осудил коллег, покинувших Россию, назвав их судьбы жалкими. Также он резко высказался о Дмитрии Назарове и Максиме Галкине, обвинив последнего в отработке заказа. Михаил Грушевский активно заявляет о своем патриотизме и выступает против коллег, которые отказались от родины и уехали искать счастье за рубежом. Перечисляя некоторые имена, он отмечает, что уехавшие так и не обрели лучшей жизни вдали от дома и лишились успеха, работы и друзей, что были у них в России. Жалкие судьбы. Среди них есть и тихушники, которые просто уехали типа, испугавшись, и помалкивают, рассуждает артист. Грушевский оборвал связи с покинувшими Россию, мол, ему с ними не о чем говорить, они не смогут понять полярные позиции друг друга. Без них жизнь не приостановилась. Тех, кто уехал, проклинать я, конечно, не буду. Но и общаться с ними не вижу смысла, считает 59-летний юморист. Кроме того, Грушевский резок и в отношении Дмитрия Назарова, который критикует патриотически настроенных россиян. Юморист считает звезду кухни человеком небольшого ума. Мне жалко этих людей, презрение и жалость. Но это разные вещи. Условно говоря, одного слушаешь и думаешь, дурак дураком, даже говорить не о чем. Фактуры нет для интересного разговора. А если говорить о таком явлении, как Максим Галкин, то оно гораздо более интересное и объемное. В нем присутствует коммерческий расчет, корысть, алчность, что угодно. Алчность не от слова Алла, подмечает артист. Еще два года назад Михаил Яковлевич адресовал Максиму Галкину нелестные слова, заявляя, что тот действует в соответствии с наказами свыше, а не со своими желаниями. С тех пор он не изменил своего мнения.